Прошедшие региональные выборы можно назвать довольно чистыми. То есть день голосования и подсчет голосов прошли достаточно относительно честно. Это хорошо. Это значит, что власть признала такие очевидные фальсификации невыгодными для себя. Они слишком бросаются в глаза и вызывают очень большие скандалы в обществе. Очень большое недовольство обществу. Но тем не менее мы знаем, что выборы начинаются не в день голосования. Есть понятие административный ресурс, и, к сожалению, его пока еще никто не отменил. Административный ресурс — это и количество, и качество, то есть со знаком плюс или минус. Присутствие кандидатов в телеэфире, в частности, федеральных каналов. Это и возможный подкуп избирателей. Это и давление на тех или иных людей, имеющих отношение к выборам. Там, скажем, на школьных учителей, на вузовских преподавателей. Способов много, и эти способы были в значительной степени использованы, и на этих выборах тоже. Тем не менее, все познается в сравнении. Эти выборы, повторяю, были относительно чистыми. Победа Ройзмана свидетельствует о том, что сейчас власть не может гарантировать победу своего кандидата. И, в частности, в больших городах, в городах-миллионниках, где настроение людей изменилось за последние годы. Изменилось не в сторону власти. Люди хотят, чтобы с ними считались. Люди хотят, чтобы им позволили жить так, как они хотят. Люди не хотят, чтобы на них оказывалось давление, в том числе и бытового, и морального свойства. Как им жить, с кем им спать, как и кому им молиться. И вот давление по этим направлениям вызывает у людей раздражение. Раздражение может вылиться либо на выборах, либо на улице. И я считаю, что в данном случае умная политика власти ставила бы в том, чтобы позволить людям выражать свое раздражение на выборах. Улица хуже. Продолжение следует...